На сфере Парижа традиционно расскажет наш коллега Дмитрий Губерниев. Дима, доброе утро. Доброе утро. Лена, Денис, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здесь, рядом с Великим Лувром, рядом со знаменитой пирамидой, ощущаешь, ну знаете, какую-то острую необходимость поговорить о футболе. Тем более, что в руках у меня, как вы видите, официальный мяч чемпионата Европы 2016 года. Да, впереди еще, конечно, решающий матч, и пока еще старушка Европы не узнала имя команды-победительницы. Но я хочу сказать, что здесь во Франции, все-таки, знаете, под занавес чемпионата люди по-настоящему распробовали красоту футбола, потому что стоит либо здесь, рядом с Лувром, либо где-то на Елисейских полях, либо с красавицей башней появиться с мячом, как тотчас кто-то просит, дай пас, давай поиграем. Все-таки, знаете, с учетом того, что мы видели здесь во Франции, с учетом того великолепия, которое царило и в фан-зоне, и в различных магазинах сувенирной продукции, где бы то ни было еще, об этом в нашей программе мы, естественно, рассказывали, уважаемые друзья, вот нам необходимо как раз взять на вооружение опыт Европейского чемпионата, для того, чтобы через два года в России, не только в Москве и Питере, а во многих городах провести самый лучший чемпионат мира по футболу. Тем более, что российская сборная туда уже как страна-организатор попала, ну и теперь остается дождаться результата на этом чемпионате мира. Тем более, что на Европе, как известно, но, впрочем, об этом мы поговорим уже в другой раз. Но в любом случае, если в руках мяч, это значит, хочется поиграть в футбол. Лена, Денис, уважаемые друзья, с большим приветом из Парижа, Дмитрий Губерниев. Спасибо. На связи с нами из Парижа был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с официальным мячом чемпионата. И двумя чемоданами, и хорошими шансами попасть в сборную страны.